Асфутская телеканал Беларусь-1, и у меня сразу вопрос к обоим главам государств. Ваши встречи часто проходят на фоне каких-то конспирологических версий, да вообще в этом году у вас их было с десяток. Вот с чем связана такая чистота именно общения личных встреч и, в принципе, на фоне всех этих разговоров о поглощении Кремлем в Беларуси, как вы считаете, почему эти тезисы до сих пор в информационном пространстве? У России нет заинтересованности, кого бы это ни было поглощать. Это просто нет целесообразности в этом. Вот мы сегодня наговорили о, вы знаете, самый такой простой, казалось бы, бытовой вопрос, и в то же время очень чувствительный для экономики ценообразования и тарифообразования в энергетике. Вот сегодняшняя встреча, Александр Григорьевич абсолютно прав, она была очень конструктивной и очень предметной. И тоже там прозвучало, что вот там эти поглощения. Да не в этом дело совершенно. Вопрос в том, как президент Беларуси сказал, чтобы вот эти вопросы в области ценообразования были справедливыми. А вы знаете, мне надо быть большим специалистом, чтобы понять, в чём проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования. У нас разные подходы к субсидированию отдельных участников экономической деятельности, комбыта и граждан. Уровень разный, подходы разные. И поэтому для нас важно погрузиться туда, вглубь, и договориться об этих общих принципах. Вот с этим связана и работа в области таможенного регулирования, с этим связана работа в области налогового регулирования. Люди просто, эти вот недобросовестные критики со стороны, либо не понимают, о чём они говорят, либо специально говорят об этом, вводя в заблуждение людей, которые в это не погружаются. Вопрос не в поглощении, а вопрос в согласовании экономической политики. Так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. По поводу всё-всё-всё остальное – это наносное, чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и всё. Спасибо. Владимир Григорьевич, может, раздавайте. Владимир Григорьевич, Вы абсолютно правы. Хочу только Вас проинформировать, что не просто в подавляющем большинстве своём, а это тезисы из рубежа, наших беглых. Вот они пару тысяч сбежали туда, деньги-то надо зарабатывать, а просто так ничего не платят. Вот им и подбрасывают, они даже не пишут их, эти тезисы им подбрасывают. Накануне Вашего сюда визита, ну а о чём говорить? О поглощении. Вот мы прекрасно должны это понимать. И Вы правильно задаёте вопрос. Да, об этом сегодня пискливо из-за границы нам начинают говорить. Но результат, главный результат. А какие результаты? Мы обратились с Владимиром Владимировичем, членом его делегации, прибывших к нам, по ряду животрепещущих для нас вопросов. Энергетика. Мы что, производим газ? Нет. Природный газ мы получаем от братской России. Мы что, производим 25 миллионов тонн нефти, которую мы можем переработать, а два модернизированных самых современных предприятий у нас, мы их можем обеспечить? Нет. К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились. Ладно, объём не проблема. А ещё же надо и выгодные цены. А ещё же сегодня и проблема реализовать нефтепродукты и так далее и тому подобное. Мы это обсуждали и приняли решение по этим вопросам. Мы говорили о транспорте, грузоперевозке, туда-сюда, каботажной и так далее. Поручение правительству президент России отдал немедленно доработать и принять решение, выгодное для нас. А это тысячи, сколько, 25 тысяч перевозчиков. 25 тысяч перевозчиков. Умножьте на минимум. Это около 100 тысяч, всем их живёт. Какое поглощение? Или, допустим, мы сегодня очень серьёзный, главный вопрос. Не нефть и газ были главные вопросы. А промышленная политика. Не создавать параллельное производство. Кооперация. Чтобы никто нас больше никогда не наклонял. Чтобы не пришёл, а потом не бросил это всё. И не ушёл, как это было сделано. Это что, нам невыгодно? Россия без нас обойдётся. А мы без неё нет. И мы договорились здесь, что да, мы будем действовать на равных. Или же, вот только что мы серьёзнейшее сделали заявление с президентом России. Оборона и безопасность. Давайте откровенно. Мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет. Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют. Путин приехал, тут кого-то пугает. Вот посмотрите, после наших заявлений. А пошёл же навстречу. Как родной, как близкий Беларуси человек. Мы говорили про атомную станцию. Сергей Лавров выступил и сказал, как мы совместно будем действовать во внешней политике. Совместно, на равных, как это было всегда. Поэтому говорить о том, что кто-то кого-то поглощает, стоит вопрос. А зачем? Зачем? Россия всегда шла нам навстречу. Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили. Мы идём навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. Ну, вы знаете, мы вдвоём со-агрессоры. Самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и всё. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин, не получится. В 20-м году не он меня атаковал. Вы видели вот тут по периметру. Не Россия. Россия протянула нам руку. А нас оттуда долбали. Они чего хотели? Они хотели лишить нас и независимости, и суверенитета одновременно. Поэтому, ну, чего тут говорить? Просто на злобу. Ещё один раз. Не получится у них разорвать наши отношения. Они будут только укрепляться. А базу сегодня, мы фактически сегодня с президентом и нашими коллегами базу создали. Для будущего рывка вперёд. Мы его совершим. Частые встречи, они востребованы, частые встречи. Потому что, смотрите, в прошлом году, я уже сказал об этом, на треть, на 30% увеличен товарооборот. Но это просто такие беспрецедентные рывки. А сейчас, когда с нашего рынка некоторые наши партнёры западные уходят, действительно, для Белоруссии, для белорусских производителей открываются окна возможностей. И товар очень хорошо в Белорусске идёт на российском рынке. От сельхозтоваров, мебели, промышленного производства, сельхозмашиностроения и так далее, транспортное машиностроение, белазы, востребовано очень. Понимаете, очень много при таком объёме сотрудничества, очень много вопросов, которые требуют постоянного административного сопровождения на высоком или на самом высоком уровне. Правительство занимается этим практически чуть ли не каждый день, почти каждый день. Объём колоссальный, они много очень сделали. Нам остаётся только какие-то точки расставить, но это нужно делать постоянно. Вот Александр Григорьевич сказал по поводу нефти, газа. Да, в Белоруссии нет нефтегаза, но НПЗ есть. И в какой-то момент нам потребовалось получить на нашем рынке дополнительные объёмы нефтепродуктов, бензинов и так далее. Мы получаем их с ваших заводов. Это на самом деле такая работа двухсторонняя и весьма эффективная. Я упустил просто, Илона, вы сказали о встречах. Ну, во-первых, обстановка. Остановка нас толкала к этому, поэтому мы, как президенты, вынуждены были часто встречаться для того, чтобы поговорить по тем иным вопросам. Ну, например, безопасность, не надо объяснять, что сейчас этот вопрос не снимается. Или в экономике весь мир, ну, не весь, а золотой этот миллиард или коллективный Запад обрушился против нас. Мощный, высокотехнологичный во всех отношениях. Мы должны были скоординировать наши действия для того, чтобы сработать так, как сработали, вот как сказал президент, подвели итоги этого года. Получилось. Ну, вообще, наверное, кто-то завидует, что мы с Владимиром Владимировичем часто встречаемся. Может, кто-то и хотел с ним чаще встречаться. Но он открыт для этих встреч только поводы и причины нужны для того, чтобы встречаться. Это я цитирую его, когда он отвечал Зеленскому. Поэтому успокойтесь, все будет нормально. Мы просто так праздно время не проводим. Хотя находим час-другой для того, чтобы и отдохнуть. Спасибо вам большое за такой откровенный ответ. Спасибо.